8 апреля в Центре народной культуры Аула Кашихабль состоялся творческий вечер нашего земляка, заслуженного водителя искусств Адыгии и Кабардино-Балкарии Аскорбия Нуховича Нагаплева. Аскорбий Нухович – известный адыгский кинорежиссер, сценарист, представитель председательства Союза киноматографистов России в Республике Адыгия, руководитель кинокомпании «Черкесия Фильм». Кинокартины Аскорбия Нагаплева сегодня переведены на многие языки и стали достоянием мирового искусства, прославив адыгский народ. Мы приветствуем всех сегодня в этом зале на творческой встрече с заслуженным деятелем искусств Республик Адыгея и Кабардино-Балкария, продюсером, кинорежиссером, сценаристом, членом Союза кинематографистов России, генеральным директором кинокомпании «Черкесия Фильм», руководителем представительства Союза кинематографистов Российской Федерации в Адыгее, членом Русского географического общества Аскорбием Нуховичем Нагаплевым. Сегодня мы услышим много интересных моментов из его жизни и, конечно, посмотрим один из самых трогательных и патриотичных фильмов авторства Аскорбия Нагаплева. И начнем мы с нескольких строк о его жизни. Нагаплев Аскорбий Нухович родился 30 января 1954 года в ауле Ходска-Шаховского района Республики Адыгея. В 1970 году окончил Ходсинскую среднюю школу и поступил в Воронежский политехнический институт по специальности экономика и организации машиностроения. С 1975 года работал в течение 15 лет инженером научной организации труда, старшим диспетчером завода «Станконормаль» по производству. В 1976-77 годах проходил военную службу в Германии, был чемпионом по борьбе с самбо группы советских войск в Германии. В 2003 году окончил Майкопский государственный технологический институт по специальности государственное и муниципальное управление. Аскорбий Нагаплев принимал деятельное участие в сохранении стабильности Адыгеи. С другими членами общественного движения Комитет 40 в начале 1990-х годов выступал активным сторонником формирования первого парламента Республики Адыгея на паритетной основе. В 1992 году во время абхазских событий был членом Комитета солидарности с народом Абхазии, принимал участие в оказании гуманитарной помощи народу Абхазии. В 2007 году Аскорбий Нагаплев создал первый научно-популярный исторический фильм «Черкесия», который помог зрителям заглянуть вглубь веков и тысячелетий, показал всему миру правдивую историю адыгского черкесского народа. Фильм о черкесском народе, не раз удивлявшем весь цивилизованный мир своим мужеством и благородством, о народе, просладывающемся не только своими храпыми защитниками родного очага, но и великими дружинниками. И далее был большой творческий путь, который продолжается и по сей день. Огромное количество фильмов, которые переводились на разные языки, съемки в самых разных уголках земного шара. В России, Турции, Сирии, Иордании, Германии, Франции и Израиле. Презентации фильмов Оскорбия Ноковича прошли в Майкопе, Нальчике, Черкесске, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, а также во многих городах Турции. В Стамбуле, Анкарее, Кайсерии, Мараше, Антакии, Рихании, Адании, Бурсии и Ордании, Омани, Кёльне, Мюнстере, Париж. В фильмы Оскорбия Ноковича участвовали в благотворительных показах в школах, полежах, в вузах Адгеи, Краснодара, Кабардино-Балкарии и Москвы. А также принимали участие в фестивалях культуры, черкесской диаспоры в Турции. Фильмы принимали участие в международных кинофестивалях и становились лауреатами огромного количества фестивалей в Татарстане, Ингушетии, Башкортостане, Абхазии, Германии, Турции, не говоря уже о нашей с вами стране. Фильмы Оскорбия Ноковича, Черкесия, Черкесия Адыгахадса, Черкесия Чужбина, Черкесия Возвращения, Черкешинка, Шагди, опережающий полет стрелы, были тиражированы на турецком языке и стали достоянием всего населения Турции. 8 марта 2020 года фильм Черкесия на французском языке был показан в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках программы «Кавказ. Жемчужина России». Творчество Оскорбия Ноковича и Габриева отмечено рядом высоких наград в сфере искусства и кино, среди которых многочисленные благодарственные письма, почетные грамоты и медали. Ценность фильмов «Аскорбия Ноковича и Нагапрева» заключается в их гуманистическом «Василить миру». Впервые в истории адыгов принята успешная попытка средствами научной кинодокументалистики рассказать о древнейшем народе Кавказа – адыгах черкесов, внесших существенный вклад в становление многонациональной России. Фильмы «Аскорбия Нагапрева» совершили определенный переворот в общественном сознании народов России. Сделали достоянием общественности многие страницы истории, свидетельствующие о вкладе адыгов-черкесов в становление России как федеративного государства. Фильмы «Аскорбия Нагапрева» воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма, гуманизма, толерантности, способствуют духовному развитию молодежи и формированию гражданского общества. Я хочу на эту сцену пригласить начальника управления культуры Кашкабинского района Курьян Рауф Мураденович. От вашего имени я хочу приветствовать нашего дорогого гостя, хотя он, конечно же, не гость, это уроженец аула «Ходз», «Аскорбия Нагапрева». Мне в своей жизни посвященилось познакомиться с очень многими яркими, привычными и запоминающимися личностями. Я этим очень горжусь. Вот одной из таких личностей является «Аскорбия Нагапрева». О «Аскорбии Нагапреве» можно говорить очень много. Это по жизни очень скромный человек. Но этот человек – патриот. Патриот своего народа, патриот своего аула, патриот своего государства. Я ответственно заявляю, что этот человек – один из тех, кто крепит межнациональный мир, межконфессиональные согласия, крепит взаимопонимание и взаимовыручку всех народов, которые населяют нашу огромную страну. И его труд не пропадает даром. Далее слово предоставили Аскорбию Нагапреву, который рассказал о большой проделанной работе для сохранения исторической памяти и богатого наследия нашего народа, его самобытности и уникальности. Это уже четвертый кинофестиваль, который мы проводим. Я – инициатор этого дела. Я возглавляю представительство Союза кинематографистов России в Адыгее. Это делаю я для того, чтобы популяризировать кинематограф, чтобы развивать кино в Адыгее, чтобы мы были на уровне всех других регионов, чтобы мы не отставали. Четвертый кинофестиваль. Уже есть жюри, есть оргкомитет, есть экспертный совет, номинации игровой, документальной, анимационной. И темы тоже расширились. Уже появилась семья, моя малая родина, Россия многоликая, обычаи, образы, стереотипы, нравы. И в связи с тем, что у нас в Адыгее появились две школы креативных индустрий, где детишки обучаются, я добавил номинации, кроме номинации по всем этим игровым, документальным и анимационным, первое, второе, третье место денежные призы, 30, 20, 10 тысяч. И есть еще лучший сценарий, лучшая музыкальная работа, лучшая режиссерская работа. И они тоже по 20 тысяч, кроме этого спецпризы. Кроме этих спецпризов еще добавил я приз перспектива для детишек наших. И, естественно, конечно, мы будем стимулировать тех людей, которые будут делать фильмы с нашей республики конкретно. Поэтому я хочу, призываю здесь, я знаю, что есть учителя, я прошу вас, обращаясь к вам, чтобы вы популяризировали это дело, чтобы объявили это, чтобы дети могли сейчас на телефоне можно фильмы снимать. Это умеет наша молодежь, она продвинутая. Поэтому я хотел бы попросить вас, вот здесь есть реквизиты, вот это координатора, телефон, электронная почта, она будет отвечать на все вопросы. Последние работы будут приниматься 5 сентября. Еще достаточно времени, чтобы можно было короткий фильм сделать. Пусть будет это 5 минут, 10 минут, 20 и так далее. Я хронометража ограничения тоже 30 минут убрал, сейчас можно делать сколько угодно делать. Всем присутствующим была предоставлена возможность просмотреть фильм «Подвиг милосердия», который не оставил равнодушным никого и зрителей, затронув до глубины души. КОНЕЦ Продолжение следует...